Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мне опять выпала честь говорить для вас. Знаете, весь та тема, которую мы сегодня изучаем на субботней школе, она очень важная. И я вижу, как Бог хочет, чтобы мы говорили об этом, чтобы мы как можно больше освещали эту тему, потому что на самом деле для многих она является тайной. И даже та блудница, о которой мы сейчас размышляем, названа... У нее на челе написано «Тайна Вавилон Великий». Действительно, для многих людей это тайна. И даже для членов церкви многие вещи, о которых мы сегодня будем говорить, также являются тайнами. Сегодняшняя проповедь называется «Путь, проложенный во тьме». Сегодня я предлагаю вам посмотреть по сторонам, сравнить с тем, что написано в Библии и с тем, что происходит сейчас в мире. Увидеть, как этот зверь, который когда-то получил рану, смертельную рану, как эта рана начинает исцеляться, как он набирает силу, как его мышцы растут, и как больше и больше рычагов управления этого мира попадают к нему в руки. На прошлой проповеди мы с вами говорили о том, что мы пытались с вами через Библию с самого начала, изучая вторую главу, изучая седьмую главу, тринадцатую главу Откровения, семнадцатую главу также Откровения, мы пытались с вами увидеть, кто же такая вавилонская блудница, кто за ней скрывается, что за зверь с семью головами и десятью рогами, которые выходят из воды. И мы пришли с вами к выводу, что это римокатолическая система папства, которая правила на протяжении долгого времени, во времена темного средневековья, которая имела огромную власть в те времена, которая делала очень много злых вещей. Вы слышали, наверное, про такую систему, как инквизиция. Говорят, около сорока миллионов людей за то время, пока правила папства в те времена было замучено в застенках инквизиции, сожжены, четвертованы. И страшные вещи творились в те времена. Я однажды был в Петербурге, и там проходила выставка орудий инквизиции. Знаете, мне почему-то захотелось посмотреть, что же там за выставка. Я зашел туда, и это ужасные вещи. Там находились всевозможные кресла с шипами, какие-то такие, знаете, полусферы, куда вводили человека, закрывали его, пронизывали шипы со всех сторон, какие-то пилы. Страшные вещи, друзья. И это все происходило когда-то в церкви, понимаете. И мы понимаем, что эта церковь далеко не Божья, эта церковь отступившая. И сегодня мне бы хотелось поговорить, как эта церковь опять пытается ту власть, которая была у нее в прошлом, опять вернуть и сделать все те вещи, которые творились тогда, привести в наше время в действие. Знаете, в Библии написаны такие вещи, что... Ну вот, давайте прочитаем. Из книги Откровения, 18 глава, 2-й, 4-й стих. И воскликнул он громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов, пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И все цари земные блудодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее, и услышал я иной голос с неба, говоря, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться ее язвам». Здесь вот написано, что все цари земные блудодействовали с нею, и что вот этим вином блудодеяния она напоила все народы. Дело в том, что это вино блудодеяния настаивается в таком маленьком городке под названием Ватикан. Знаете, Ватикан – это город в городе. Мы знаем, что он находится на территории Италии, и здесь можно провести очень интересную параллель. Дело в том, что Вавилон буквальный, который был тогда во времена Новоходоносора, около 2600 лет назад, также содержал город в городе. Этот город назывался комплекс Эссагилла. Это было то место, где находилась Вавилонская башня. Это был город с жрецов, откуда исходило все вот это утучение, благодаря которому творились все эти бесчинства. И также и здесь есть город в городе, Ватикан, в котором находится тот же банк Ватикана, тот же папа, тот же, например, дворец, из которого папа сейчас вещает, который выглядит как голова змеи, и внутренность ее выглядит как пасть змеи. Вот меня просто поражает, как они все это открыто показывают, выставляют на показ, и как люди просто не замечают этого, понимаете? Это воистину великая тайна. Знаете, Иисус, когда жил еще с учениками, Он сказал следующие вещи. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын человеческий будет предан первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Зачем Иисус говорил эти вещи? Мы знаем, что ученики, когда все это происходило, они почему-то забыли эти вещи. Но когда это произошло, и когда Он явился, их вера окрепла. То есть все те пророчества, которые мы находим в Слой Божьем, они даны нам для того, чтобы мы, наблюдая за тем, что происходит в мире, утверждались в том, на чем стоим. Понимаете? Когда тебе сказали что-то, и ты подтверждаешь это, фактически твоя вера становится сильнее и крепче. Поэтому Господь дает нам четкое повествование того, что должно быть, чтобы мы не ужасались, а наоборот укреплялись, искали Бога еще больше. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам. И действительно, для нас сегодня эта тайна открыта. Тайна великая, Вавилон великий, он разоблачен, и сегодня мы попытаемся посмотреть, как он прокладывает путь во тьме. Не слышно поступью кошачьей, знаете, пока все увлечены наблюдением каких-то вещей, которые происходят сейчас в мире, той же пандемией, той же войной, какими-то еще другими вещами, знаете, он незаметно. Знаете, вот если бы сейчас сюда вышел фокусник, и начал показывать фокусы, и все были бы пристально увлечены тем, что он делает, то сзади смог бы пройти некто, и вы бы не заметили этого. Вот то же самое сейчас происходит в нашем мире. Пока мы наблюдаем что-то косвенное, центральное, под нашим носом происходит, ну вот именно эти вещи, которые приведут к финальным, трагическим очень событиям, которые описаны в Слове Божьем. Вот. Итак, «Вино блудодеяния заваривают и настаивают в Ватикане». Сегодня я предлагаю вам проследить именно вот эти интересные, свежие новости в радиусе 10 лет, того, что происходило вот именно в наше время, когда мы будем сейчас изучать, вы сами увидите, что это действительно так. И, знаете, я вот хотел сказать, сейчас в церквях по всему миру много же всевозможных динаминаций существует, есть всевозможные версии того, кто же такая вавилонская блудница. Что только там не выдвигается, что будет построен третий храм, в него восядет какой-то иудейский правитель, он будет антихристом. Кто-то говорит, что блудница — это какие-то нейросети, какой-то чат-GTP, какой-то Иисус, который вот... кто-то говорит третья, четвертая, всевозможные версии существуют, но люди не хотят принимать вот то, что Папа — это представитель как раз-таки антихриста, и что именно в эту систему, а мы сегодня с вами подойдем к этому, именно эту систему дьявол сейчас продвигает и дает ей свою власть и силу. И Господь, знаете, через Свое Слово, Он дает нам карту с знаками, путеводительную карту, и мы должны наблюдать эти знаки, потому что если вы будете ехать по дороге и проедете какой-то знак, вы можете уехать совсем не туда, понимаете? В то же время очень часто бывает такое, что мы слишком зацикливаемся на этих знаках и начинаем сосредоточивать свое внимание именно на них, вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на Христе, который именно ведет нас сквозь все эти страшные вещи, которые будут происходить. Но при этом нужно иметь баланс, понимаете, чтобы и наблюдать, и укрепляться, возрастать в нем. Хорошо, давайте сейчас перейдем к истории, будем пристально наблюдать, что происходит за кулисой, можно сказать, вот этих вот событий. Свежие факты в радиусе 10 лет. Итак, 13.03.2013 год. К власти в Ватикане на смену Бенедикта XVI приходит молодой, ну не совсем молодой, по отношению к другим папам достаточно молодой, амбициозный, очень активный Хорхе Марио Берголи. Это папа Франциск, которого сейчас именуют. Очень интересна дата его пришествия. 13.03.2013. Знаете, вот все вот эти тайные общества, они гонятся за всевозможными цифрами. Нумерология у них возведена в ранг чего-то великого. И это действительно так. Очень интересно также предшествующие события, которые были перед этим. Дело в том, что Бенедикт XVI – папа, который за долгое время уходит в отставку. Дело в том, что в Ватикане не принято так, чтобы папа уходил в отставку. Обычно, когда папа умирает, только тогда он слагает свои полномочия. Но здесь мы видим, что происходит нечто неординарное. Папа, там есть разные версии, почему он делает это. Он слагает свои полномочия и приходит в Франциск. Но самое интересное, что Бенедикт XVI, он по сути-то и не уволился. Он как бы продолжает занимать ту нишу, в которой он находился тогда. И можно сказать, что сейчас в Ватикане правят два папы. Просто один официально, а другой подпольно. Два руководителя есть. Бенедикт XVI занимается, он возглавляет отдел конгрегации. То есть он отвечает за доктрины, за вероучения. Он определяет, кто свой, кто чужой. Делает вот эту вот, ну такую, как это сказать, работу, которую должен кто-то делать. Клирик, можно так сказать. Также очень интересный факт, что сейчас, во-первых, Франциск, он иезуит. Кто такие иезуиты, я думаю, говорить вам не нужно. Это орден иезуитов появился в 517 году. Вру, в 530 году. В 517 году произошло... Что произошло, кстати, вы помните? 1517 год. Что произошло? Реформация. Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов к двери Витинбергского храма, если не ошибаюсь. И в ответ на протестантизм, который в тот момент начал очень сильно распространяться, Ватикан создает орден иезуитов, который будет бороться именно с протестантизмом. Очень жесткий такой орден. Можно сказать, что это спецназ Ватикана. И, собственно, Франциск, он и является иезуитом. Помимо этого существует... Вот есть папа белый, да, есть черный папа. Черный папа – это генерал иезуитов. Это один из самых жестких, наверное, людей на планете Земля. Так вот, в данной... По крайней мере, в то время, когда Франциск пришел к власти, было три генерала. То есть мы видим два папы и три генерала. Как будто бы, знаете, какие-то нестандартные вещи происходят. И можно задаться вопросом, почему так? Знаете, ответ очень простой. Когда Новохадоносор хотел сжечь трех друзей Сидраха, Мессаха и Авдинага, он приказал разжечь печь в семь раз сильнее. Потому что он знал, что Бог, который с ними, очень силен. И в наше время, в последнее время, дьявол просто пытается реабилитировать все эти силы для того, чтобы совершить то, что он намеревается совершить. Он понимает, что у него очень мало времени, и он пытается задействовать все возможные ресурсы, силы, которые у него есть в распоряжении. Хорошо. Очень интересно, что папа приходит в Франциск в 2013 году к власти, а в 2014 году начинается очень неприятная ситуация. Здесь неподалеку у нас, в нашей братской стране, не будем называть, политика, но так оно и есть. 2015 год. Ключевой год в работе Франциска. Это был вообще, считается, что это был субботний год. Юбилейный даже год. Помните, что такое юбилейный год? Юбилейный год – это каждый 49-й год в Израиле считался юбилейным. Был субботний год, седьмой год, и был юбилейный год, каждый 49-й. 50-й или 49-й, да, 7-ю 7-ю 49-й. А потом 50-й юбилейный. Возможно. Так вот, именно 2015 год был юбилейным годом, и 11 апреля Франциск объявляет этот год годом милосердия, годом воссоединения. Он обращается ко всем верующим мира с такой очень интересной речью. Он говорит, что братья Иосифа пришли купить хлеба в Египет, но помимо хлеба они обрели еще и брата. И он говорит, что все верующие мира должны прийти к ним и обрести помимо хлеба еще и брата, грубо говоря. Если верующие не придут к католикам, то они не смогут купить хлеба. Очень интересное заявление. И очень интересно, что он называет косвенно себя Египтом, потому что братья Иосифа пришли куда? В Египет. Просто понимаете, иногда люди сами не понимают, что они говорят. Когда Каиафа, помните, сказал, лучше умереть одному за весь народ, чем пострадать всем. Он сказал пророческие слова, сам не зная того. И по сути и здесь сказано то же самое. Следующее событие 2015 года, 24 мая, Папа издает свою энциклику «Лаодата Си». Главная повестка этой энциклики – это изменение климата на планете. Действительно, если мы посмотрим сейчас, что творится в мире, мы видим очень резко возросшие какие-то климатические события, какие-то бури, цунами, пожары, землетрясения. Вот совсем недавно то, что произошло в Турции. И вообще, наблюдая за тем, что даже вот у нас за окном, мы видим, что климат радикально меняется. В Сибири становится жарко. Я недавно там был, я там жил. Я видел, что там просто летом как будто бы тропики какие-то. Днем жара плюс 35, ночью идет ливень, днем опять жара, ночью ливень. Это тропический климат, понимаете? И там все буйствует, трава зарастает. А здесь, где мы находимся, старожилы говорят, что раньше в мае уже открывался купальный сезон. Сейчас июнь, и еще бывают холодные дни, когда приходится одевать теплую одежду. То есть мы видим, что происходят какие-то смешения, то есть сдвиги в экологии. И понимаете, великие мира сего, они тоже это замечают. И в отличие от нас, у этих людей огромная власть, огромное количество денег. И когда они видят, что эта планета, грубо говоря, подходит к своему концу, потому что неизвестно, чем все это закончится, они начинают переживать за будущее, за будущее своих внуков, за собственное будущее. Потому что, ну что достанется нашим внукам, грубо говоря, говорят они, если завтра этому миру придет конец. И они начинают бить тревогу. Но эта тревога, знаете, она достаточно обманчивая и лживая, потому что они заботятся, в первую очередь, не о людях, а о себе. А во-вторых, вот эта повестка Лаадат Аси, она представлена немножко в неверном свете, потому что сейчас великие мира сего, зеленые, как их называют, они говорят, что главная причина всех наших бедствий, это вот этот вот парниковый эффект, который создается благодаря выбросам. И одной из причин они называют, например, вот это просто абсурдное, простите, что я сейчас расскажу это, это газы коров, которые вот из этих газов якобы происходит парниковый эффект. Понимаете? Они не указывают заводы, какие-то станции, в которые дымят действительно клубами дыма. Они говорят, что вот людей слишком много, они дышат, углекислый газ вырабатывается, поэтому нужно сокращать население. Ну, они, конечно, об этом не говорят, но мы знаем, что это так и есть. Вот. И поэтому папа, видя эту главную проблему, которая сейчас нависла над нашим миром, он начинает ее продвигать. И все говорят, да, это действительно так. Так же в этой энциклике Ла Дата Си он указывает на важность укрепления наших семей и продвижения особого дня покоя. День покоя закамуфлирован по все эти вещи. И, ну, как сказать, почему семья? Потому что он говорит, из-за того, что у людей нет какого-то определенного дня, когда бы они могли отдохнуть от всех своих трудов, от работы, собраться вместе. И поэтому семьи наши рушатся, ну, происходит все то плохое, что происходит сейчас в мире. И поэтому нам нужен вот определенный день, когда никто не будет работать, и у всех будет вот время провести с семьей. Время. Провести время с семьей, простите. 26 июня 2015 года. В Штатах узаконили однополые браки. Вот очень интересный момент. Дело в том, что все эти вещи, которые происходят в Штатах, они происходят с благословения, сами знаете кого. Мы сейчас дальше увидим это. Почему это происходит? Дело в том, что, во-первых, вообще, почему сейчас происходит продвижение вот этого однополого соединения? Потому что, как мы уже говорили, они заинтересованы в том, чтобы уменьшить количество людей на планете Земля. А вы знаете, что однополые браки, они не способны давать потомство. Это одна из главных целей. Второй момент. Дело в том, что дьявол, он очень ненавидит те институты, которые Бог когда-то даровал этому миру. А два самых важных института, которые вышли из Эдемского сада, из рая, то, что еще Бог даровал людям до грехопадения, это была семья. Адам и Ева, муж и жена. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь. И суббота. Суббота уже давно разрушена дьяволом, а вот семью он сейчас добивает. Вот, хорошо. 21 июня 2015 года встреча мэров мировых столиц, угадайте где? В Ватикане. Повестка встреч, меры по борьбе с изменением климата. Опять же мы видим продвижение вот этой энциклики Лаодат Аси. И казалось бы, ну, ребят, неужели нет другого места, где собраться всем вот этим великим мира сего, кроме как Ватикан. Нет, Папа собрал всех к себе. Как это сказать? Босс собирает подчиненных. Можно так выразиться. Дальше вы увидите, почему я именно так выражаюсь. 23 сентября 2015 года Франциск встречается с Бараком Обамой. Дело в том, что 23 сентября 2015 года это был необычный день. По еврейскому календарю в этот день был Йом-Кипур. Йом-Кипур – это день суда, судный день. Это праздник, один из величайших праздников, день очищения, святилища, который мы находим в Библии. И знаете, вот эти товарищи, тайные общества, как я уже говорил, они очень любят следовать каким-то определенным датам, какой-то нумерологии, каким-то библейским событиям, праздникам, любят их коверкать, смешивать, переделывать. Например, та же реформация Лютера была начата 1517 года, 31 октября. Что сейчас 31 октября происходит? 31 октября – это праздник Хэллоуин. То есть, понимаете, дьявол благословенные какие-то вещи пытается запачкать, опорочить и перевернуть все. Понимаете? И дальше мы увидим все эти вещи. Хорошо. Франциск встречается с Бараком Обамой, указывает на то, что в мире огромное количество проблем существует. Проблемы с браком, проблемы в семьях, проблемы с экологией, проблемы с голодом. И там действительно у нас существует очень много всевозможных проблем. И он говорит, что я знаю, как все это решить. Вот лао дата си, нам нужно все это сделать, реализовать, и тогда все будет, всем будет хорошо, все будут счастливы. Есть такое выражение устойчивое развитие. Слышали, может быть? Как-то немножко запамятовал, но я помню, что вот это вот устойчивое развитие, оно сейчас продвигается со всех динамиков, со всех экранов. Вот. Ну и мы понимаем, что за этим стоит именно сам Папа. Он как бы начал все эти вещи. И вот смотрите, когда Папа встретился с Бараком Обамой и предложил то, что он знает, как решить все проблемы, которые происходят на земле, мы читаем в Библии, что малый рок или вот это папство, оно в какой-то момент вознесется на вождя воинств. Когда Папа вознесся на вождя воинств? Кто такой вождь воинств? Это Иисус. Что значит вознестись на вождя воинств? Дело в том, что в Библии мы читаем очень ясную истину о том, что чтобы простить, чтобы Господь простил нам наши грехи, нам нужен Бог, нам нужен Иисус. Нам нужно прийти и покаяться в своих грехах. А Папа говорит, нет, вам помимо Христа нужен я, потому что через меня я наместник Бога на земле и если вы не обратитесь в Рима-католическую церковь и через Папу не пойдете, то Бог вас не услышит. То есть люди вместо того, чтобы обращаться ко Христу, стали обращаться к Папе. Он узурпировал вот эту власть Божью, вознесся на вождя воинств. И когда он пришел к Бараку Обаме и сказал, что вместо того, чтобы нам обратиться к Богу, вам нужно обратиться ко мне, то же самое происходит и в этот момент. Понимаете, опять вот это вот превозношение над Господом. Хорошо, 24 сентября это буквально на следующий день в зале Сената в Штатах происходит встреча с тремя ветвями власти США законодательной, судебной и исполнительной. И очень интересная деталь. Для того, чтобы посетить эту встречу, конгрессмены должны были заплатить и купить билеты. Многие потом возмущались и говорили, как это, мы приходим к себе домой и мы должны купить билеты. Знаете, тем самым папа показал, кто здесь глава, а кто подчиненные. Понимаете, вы приходите к себе домой, там находится какой-то человек и говорит вам, чтобы вам войти к себе в дом, вы должны заплатить мне. Что это? Ну это очевидное превозношение, понимаете. 10 сентября, 25 сентября, ой, 25 сентября папа выступает в ООН, приглашает, оглашает климатическую повестку и сформирована такая вещь, вы может быть слышали, агенда 21, 17 целей устойчивого развития. Ну, по сути, это и есть вот эта вот лаодата си, обвернутая просто вот в такую вот более, как это выразится, научную обертку, что делать, какие этапы, вот если вы почитаете вот эти 17 целей устойчивого развития, они есть в интернете, можете загуглить, вот все вот эти даты проверить, это все взято из достоверных источников, все это правда, и мы видим, что сначала, смотрите, ну, сейчас мы дойдем до этого, я не хочу предвосхищать, ну, грубо говоря, папа выступает в ООН, указывает все те же проблемы, климат, бедность, семья, все вот эти вещи, которые происходят, и говорит, что у него есть решение, и все аплодируют и говорят, да, папа, это тот, кто нам нужен, это тот лидер, который объединит всех, это человек, который движим Богом, и кому-ка к нему возглавить нас, ну, этого пока не происходит, но вы увидите, что к этому все и идет, дальше, 27 сентября, папа, очень интересный момент, папа отслуживает мессу почти перед миллионной толпой в Филадельфии, Филадельфия это американский город, очень интересно, что одна из церквей названа филадельфийская, да, братская любовь в переводе, и очень интересно, что 27 сентября это был праздник Кущей, библейский праздник, который символизирует обретение людьми новой земли, ну, грубо говоря, когда рай вновь будет установлен на этой планете, праздник Кущей, евреи выходили за город, ну, и селились в таких шалашах, хорошо, 12 декабря 2015 года, смотрите, вот сейчас мы с вами подведем такой небольшой итог, в сентябре он встречается с Бараком Обамой, а 12 декабря 2015 года климатическая сессия ООН в Париже, одобрена повестка дня по климату, одобрили 185 стран из 192 участвующих, понимаете, то есть весь мир запрыгнул в этот поезд, который по сути везет всех в ад, Папа пришел, вот смотрите, он пришел к бараку, да, почему? Очень интересно, что в Библии описан этот момент становления зверя, там сказано, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя, Откровение 13 глава 15 стих, если мы прочитаем начало этой главы, и контекст того, что мы прочитали сейчас, там говорится о звере, который выходит из земли, у которого были два агничьих рога, мы понимаем, что, ну сейчас просто поверхностно очень, я сразу поставлю крышу без фундамента и стен, что этот зверь это штаты, и когда написано, что дано было ему вложить дух в образ зверя, здесь говорится, что Соединенные Штаты будут восстанавливать тот, того зверя, который существовал во времена темного средневековья, понимаете, это и происходит на наших глазах, кому поехал папа сначала к главе Штатов, понимаете, Ватикан это мозг, Штаты это мышцы, это самая могущественная держава сейчас этого мира, и кому как не ей делать все те вещи, которые пытаются сделать именно, ну вот эти темные товарищи, которые находятся там за кулисами, климатическая сессия ООН в Париже, одобрена повестка дня по климату, и сейчас, вот заметьте, это все происходило в 2015 году, сейчас с того времени, эта климатическая повестка активно внедряется в наш мир, мы этого не видим, мы этого не замечаем, но если вы присмотритесь, что происходит вообще, что вот сейчас было, вот эта вот пандемия, это что вообще такое было, почему она произошла, кому это было выгодно, зачем, почему у нас все ходили в маски, почему в магазин, входя в магазин, вы слышали такие речи, расплачивайтесь карточками, избегайте наличных средств, потому что одно из, один из пунктов этой агенты 21, гласит следующим образом, что наличных денег не должно быть, все должно быть в электронном формате, все должны быть под надзором, везде должны быть камеры, каждый должен быть, ну грубо говоря, чуть ли не чипирован, понимаете, потому что правление папства заключается в полном тотальном контроле над каждым, чтобы никто никуда не вылез, не смог отступить, и дальше мы посмотрим, что еще создается очень интересная вещь, такая как новая мировая религия, потому что вавилонская блудница, она объединит в конечном звере все религии этого мира, это сейчас и происходит, но мы сейчас до этого дойдем, хорошо, 2015 год стал ключевым годом старта папского господства, это вот, знаете, перекись нанесенная на рану этого зверя, мазь умощенная, и эта рана начинает очень-очень быстро заживать, рубец этот начинает исчезать, комплексное вино, это в 2015 году папа предложил комплексное вино лжеучения всему миру, и весь мир сказал да и аминь, понимаете, штаты начинают влагать дух в образ зверя, данное событие уже невозможно остановить, родовые схватки начались, и мы знаем, что если женщина начинает рожать, то все, их невозможно остановить, то ей предстоит только родить, и они уже начались, понимаете, друзья, это точка невозврата, и она уже пройдена, просто когда мы живем, вот сейчас в этом мире, живем очень беспечно, и нам кажется, что еще десятки лет, некоторые говорят, даже еще тысячи лет пройдут, пока там придет Христос, но мы видим, что эти вещи очень резко, ярко исполняются на наших глазах, и нам пора задуматься об этом, потому что мы не во тьме живем, а во свете, Бог нам открывает все эти вещи, понимаете, мы вот читали только что, вы, братья, не во тьме, чтобы застал вас этот день как тать, понимаете, мы сыны света, и мы должны изучать эти вещи, смотреть на них, и искать Бога, потому что только в Господе можно пройти через все эти вещи, помните, как вот эти же, я уже говорил сегодня, Седрах, Мессах и Абдинага прошли сквозь эту огненную печь, почему они смогли пройти, потому что они на все 100% верили Господу, они жили им, и они под страхом смерти не убоялись принять эту смерть, и пойти в эту печь, потому что они знали, что даже если они умрут, то они воскреснут, потому что здесь на земле просто это осознание этого факта, здесь на земле мы находимся всего лишь в гостях, мы здесь странники, и когда мы начинаем этот мир превозносить в самое главное в нашем жизни, что мы вот построили дом, вещи, вот этот вещизм начинается, и начинаем держаться за это, как сказал Иисус, где богатство ваше, там и будет ваше сердце, то ничего хорошего из этого не происходит, наоборот, когда мы тянемся всем сердцем к Господу, то этот мир кажется нам блеклым и несущественным, я в последнее время очень, уже достаточно давно замечаю это, что этот мир меня перестал радовать, он какой-то серый, блеклый, потому что ты живешь ожиданием того вечного мира, который обещает тебе Бог, а здесь ты всего лишь, чтобы пройти экзамен, чтобы встретиться с Богом, чтобы найти Его, чтобы соединиться с Ним, ухватиться за Него, искать Его всем своим сердцем, чтобы вернуться туда, в нашу истинную Родину, которую мы утратили. Хорошо. Главная цель папства это отнятие всех свобод и принудительное поклонение этой системе. Знаете, в одном из католических журналов написано было, что система правления Гитлера в его нацистской Германии это именно та система, которую бы папа хотел бы видеть во всем мире. Система тоталитаризма, контроля, подчинения. Они говорят, мы знаем, как сделать, чтобы вам было хорошо. Отдайте нам все, мы будем вами управлять. Понимаете, какой обман, какая ложь. И смотрите, один из главных принципов людей сдаться, потому что многие же понимают, что что-то здесь неладно. Есть думающие люди, которые замечают какие-то ненормальные, вещи, которые происходят сейчас в мире. И поэтому, чтобы заставить человека сдаться, нужно создать проблему. Один из инструментов воздействия на мир и подведения мира к заключению вот этих вот вещей, отдачи своих, свобод своих рук, грубо говоря, этому зверю, является терроризм. Мы помним, что 11 сентября были взорваны башни, ну то есть это начало этого действия, были взорваны эти башни-близнецы, и с того момента Штаты, в Штатах люди потеряли массу своих свобод. Их начали прослушивать, их за ними начали следить, у них отняли какие-то вещи. Элементарный момент, просто вот то, что мы можем наблюдать у себя вот в городе, раньше, чтобы поехать на поезде, нужен был только паспорт. Сейчас, чтобы полететь куда-нибудь и поехать, тебя досматривают полностью, все рассматривают, все досконально, куда вы, что, куда, зачем. Понимаете, даже вот в этих вот вещах это очень сильно наблюдается. Следующий момент, это запуск вот этой пандемии. Почему? Есть такое понятие, я много раз говорил об этом, как гегелевская диалектика. Это создание проблемы и потом предоставление решения. Создай проблему, а потом скажи, вот у меня есть решение. Все скажут, о, но при этом никто не знает, что ты же и создал эту проблему. Третий момент, это эскалация войн и собственно той войны, которая сейчас происходит, я не буду называть, вы сами все прекрасно понимаете, потому что, понимаете, Европа сейчас находится в плачевном состоянии, наша страна находится в плачевном состоянии. Выигрывают от этой войны только великие мира сего, которые зарабатывают на этом. Понимаете, есть люди, которые зарабатывали на Первой мировой, на Второй мировой и на этой войне они также зарабатывают. При этом они еще пытаются все те планы, которые лежат в их головах, привести к тому, к чему они стремятся, понимаете. И это все на руку. И позвольте сделать предсказание, что вот эта война, которая сейчас происходит, она будет эскалироваться еще больше. Более того, я один раз, знаете, ехал с одним человеком и он включил новости. И там новости в основном все говорили про эту войну. И, между прочим, так была маленькая вставочка, в которой было сказано, что Франциск, Папа Римский, имеет определенный план действия по улаживанию, урегулированию этого конфликта. Понимаете? Почему именно он? Почему именно на него указывают? Ведь на самом деле многие же пытаются урегулировать этот конфликт, но Папа воспринимается этим миром как некий авторитет. Кто, как не он? Посланник Бога на земле, святой человек. Но никто не понимает, что Папа и был инициатором этой войны. Друзья мои, это может быть звучит страшно, неполиткорректно. Я не удивлюсь, если эту проповедь забанят на ютубе, но это факт, это правда. Они сначала создали эту проблему, а потом говорят, как им решить. Хорошо. Все, вообще, вся эта идея, знаете, к чему ведет? Движение за соблюдение воскресного дня. Климат — это только инструмент, а ведут они к тому, чтобы весь мир принял вот это, как в Библии написано, возмечтает отменить закон Божий. Это же отмена закона Божьего. Поменять благословенный день, Господень, который благословен был еще в раю, в Эдеме до грехопадения, на день человеческий, по сути, день солнца, сандэй, да? Вот. Очень интересный момент, что в этом стихе Господь ничего не делает, не открыв своей тайны рабам, своим пророкам. Это повеление относится и к дьяволу. Дьявол по повелению Бога так или иначе транслирует свои планы, что он собирается делать. Понимаете? Через фильмы, через мультфильмы, через какие-то книги, журналы. Есть, я не помню, как называется журнал, то ли Форбс, то ли... Нет, не Форбс, Форс из-за про богатых. Не помню. Но там на обложке, там как предсказание, что же будет происходить в этом году. И знаете, очень четко все это происходит. Также вот недавно вышел фильм, называется «Война будущего». Там рассказывается о том, как в будущем люди столкнулись с инопланетной угрозой, с пришельцами, которые соблюдали субботу, соблюдали шаббат. И их надо было уничтожить. Понимаете? Мы для этого мира, люди, которые соблюдают, ну, и ищут Бога, которые верят в Него всем своим сердцем, стоят на тех фундаментальных основах, которые находятся в Библии, а нас еще также называют фундаменталистами. Почему? Потому что я верю в то, что Бог сотворил этот мир за семь буквальных дней. Я верю в то, что был потоп. Я верю, что Иисус Христос умер за меня. И они говорят, о, ты фундаменталист, ты отрицаешь то, что весь мир говорит о том, что даже верующие люди говорят о том, что Бог использовал эволюцию для того, чтобы в течение шести миллиардов лет или каких-то сроков вот этих длительных создать наш мир. Это основная, главная позиция Ватикана сейчас. Они говорят, что эволюция была. Бог использовал эволюцию, чтобы поэтапно от бактерии сделать человека. Но мы-то знаем, что это не так. И слово фундаменталист, знаете, оно имеет очень негативный окрас. Кто такой фундаменталист? Это радикальный экстремист, Радикальный экстремист это террорист. А с террористами очень простая расправа. Ну, их убивают просто-напросто. Мы недавно разносили Евангелие. И я подошел к одной женщине или девушке, не знаю, и предложил ей, она начала говорить, о, да тут экстремизмом попахивает. Понимаете, нас уже называют таковыми. Хорошо. Антонио Гутерриш, генеральный секретарь ООН, заявил, что мы ожидаем голод библейских масштабов. Все ключевые посты крупнейших экономик мира занимают ученики вот этой школы. Все крупнейшие посты этого мира, все президенты этого мира из одного и того же общества. И понимаете, все, что происходит сейчас в мире, они делают договорившись. Очень интересные параллели можно провести с служением Ильи. Помните, кто такой Илья? Илья – пророк, о котором можно прочитать в 3-4 главе книги Царств в Библии. И его служение выпало на такой очень непростой, нелегкий период Израиля, когда правил царь Ахав. У него была нечестивая жена Иезавель, которая управляла этим царем и которая была язычницей. Она поклонялась Ваалу, построила кучу капищ всевозможных. И этот Ахав, он плясал под ее дудку. Примерно то же самое сейчас и происходит. Заметьте, Иезавель – блудница вавилонская, можно так сказать. И эта блудница вавилонская тоже будет править сейчас миром. И в этот момент Илья приходит и говорит, что у тебя царь, из-за того, что ты ввел Израиль в блуд, будут проблемы. С чем? Не будет идти дождь 3,5 года. А дождь – это что? Это экология. Экологические проблемы тогда, экологические проблемы сейчас. Была засуха. После этого что было? Был голод. Действительно, сейчас все вот эти мировые экономисты говорят, что будет голод. Они планируют этот голод. Поверьте. И если они планируют его, они его осуществят. А кого во всем обвинили в истории Ильи? Илью и обвинили. То есть проблема заключалась в них. Человек от Бога пришел, сказал, что у вас есть проблема и Бог вас накажет. А обвинили кого? Илью. И вот этот фильм, который «Война будущего», как я уже говорил, инопланетяне, которые соблюдали заповеди, это как пророческое иносказание о том, что виноваты во всех вот этих бедствиях, которые будут сейчас на этот мир грести. Те, кто не вошел в эту мировую элиту, мировое объединение, мировую религию. Сейчас я чуть-чуть к этому дойду, почему я так уверенно заявляю об этом. Понимаете, есть очень важный момент. Дело в том, что если наблюдать, как происходит какой-то катаклизм, например, цунами, как оно происходит? Чаще всего перед цунами происходит землетрясение. Если вы почувствовали, находясь где-то в прибрежной зоне, мощное землетрясение, нужно срочно уходить от берега, потому что через несколько минут или часов придет огромная волна и нахлынет на нас. Землетрясение уже произошло, оно произошло в 2015 году. И мы сейчас ожидаем эту волну, она уже вот на горизонте, мы ее уже видим, она подходит и вот-вот обрушится на все живое, понимаете? И убегать нужно не тогда, когда мы увидели волну, а когда почувствовали землетрясение. Я говорю о том, что нам сейчас нужно выходить из городов, нам нужно ехать в сельскую местность, потому что когда все это начнется, когда города закроют, а именно к этому все ведется, к этому электронному концлагерю, потому что мы видим, что уже и деньги отменяют, сейчас ввели, не дашь соврать, Денис, электронный рубль, не слышал, и в 2025-2026 планируют вообще полностью убрать наличку из обихода, чтобы вот, а тем самым исполняется пророчество, что нельзя будет ни купить, ни продать, кроме того, кто имеет начертание, то есть это по-другому невозможно реализовать, когда у вас есть наличные деньги, вы можете пойти тайно на рынок купить себе помидор, когда у вас нет налички, все в электронике, и если вы неугодный человек, если вы не вошли в эту систему, не согласились с ними, являетесь фундаменталистом, вам закрыли карту, и вы ничего не можете сделать, все очень просто. Дальше, это уже событие недавних дней, 7 ноября 2022 года религиозные лидеры мира собрались на горе, как вы думаете, какой? Синай. Что было на горе Синай? На горе Синай был дан закон Моисею. Помните, я говорил, что вот эти тайные общества, они очень любят какие-то вот эти сакральные цифры, сакральные места, вот все вот это. Почему? Дьявол любит вот на этом, как это, есть такое слово, хайповать. Извините. Вот, что было, это очень интересное событие, о котором, кстати, мало кто слышал, мало кто знает, оно прошло опять же там тайно за кулисами, чтобы никто ничего не увидел. Религиозные мира собрались на Синай, чтобы получить 10 заповедей климатической справедливости. И в этот момент была издана, ну, представлена всему миру новая эко-библия. У нас есть теперь не просто Библия, у нас есть эко-библия, которую написал какой-то там человек, движимый папой, ну, диктуемый, грубо говоря, его волей. И понимаете, если есть новая Библия, значит, есть новая мировая религия. А на съезд к папе в тот момент, 7 ноября, приехали представители всех мировых религий. Иудаизм, ислам, буддизм, кришнаизм, и все вот эти измы, шаманизм. И понимаете, вот это вот парадоксально, это можете загуглить в интернете, на поклон к папе приезжают все вот эти вот люди, которые, ну, в принципе, верят абсолютно в разные вещи. Но он очень хитрый, он говорит, что мы должны не акцентировать на нашей разности, да, а мы должны соединиться во имя любви. Цель этого не хорошая, вроде бы, на первый взгляд. Во имя любви, Бог есть любовь, соединимся, только вместе мы сможем победить все эти вещи. Сейчас вот в интернете есть ролик, там говорится о том, что происходит огромное количество всевозможных изменений в нашей планете, о том, что произошел сдвиг ядра и так далее. Отчасти там говорится правда, отчасти что-то там слишком гиперболизировано, приукрашено. И вот вышла вторая часть этого ролика, вышла. И в этой второй части они открыто призывают к новому мировому порядку, к новому мировому единству и говорят нам нужно всем объединиться, чтобы решить эту проблему. А они говорят, что в 2037 году, если я не ошибаюсь, Земле придет конец. Она по каким-то причинам взорвется и так далее. Новый мировой порядок, говорят, они нам нужны, нужен. И многие люди слушают их и бегут к этому. Хорошо, 2 февраля 2022 года папа предрек, а вот это вот очень интересное, об этом также очень мало кто говорит. Это было вот совсем недавно. можно сказать, еще года не прошло. Папа предрек скорое пришествие Иисуса Христа. Он выступил у себя в Ватикане и сказал, что мы ожидаем второго пришествия. Придет Иисус, он решит все те проблемы, которые существуют сейчас в мире, но нам придется поступиться теми свободами, которые у нас есть. Понимаете, он это сказал, вы можете найти эту статью в интернете, если ее, конечно, сейчас не почистили, но есть скрины, есть доказательства того, что это было. Потому что он мог спохватиться, потому что многие люди начали говорить, а не об Антихристе он говорит. Есть все-таки здравомыслящие люди. И он предсказал уже, что скоро придет этот Христос, Антихрист, мы понимаем. он, смотрите, как интересно, система Папсо продвигает вот этого Антихриста, который должен прийти, и во главе, ну, под эгиду которого склонится весь мир, и тогда будет страшно, как написано в Библии, не было. Понимаете, вот к чему я веду? Когда они придут к власти, когда они получат все рычаги управления этого мира, и когда вот этот вот концлагерь, к которому они стремятся, ну, как сказать, войдет в свою полную силу, будет очень и очень плохо и тяжело не только верующим, а как раз таки неверующим будет еще хуже. Вот мы сегодня читали, те, кто поклоняются зверю и принимают начертания его, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Это же про то время. В аду не может быть дня и ночи. Это говорится про вот эти времена, которые грядут сейчас. Нам тоже будет сложно, но им будет намного сложнее, потому что нас будут гнать, но с нами будет Господь, а у них Господа нету. И более того, тогда, когда начнутся язвы, люди начнут искать Господа, а судя по всему, уже будет поздно. Написано в книге Малахи, или я могу ошибаться, что юноши и девушки будут искать Слово Божьего от моря до моря и не найдут его. Дьявол, он очень хитрый, он сначала закрывает наши глаза, чтобы мы не искали Бога. А когда уже поздно, он открывает и говорит, а, поздно. И люди начинают кидаться справа влево, а уже, уже все. Хорошо. Чего нам ожидать? Климат, экономика, новая пандемия. Вот та пандемия, которая была, это была репетиция. Как на это отреагируют люди? Та пандемия, которую планируют, судя по всему, она будет в разы страшней, смертоносней, и это будет не просто какой-то грипп, когда можно отлежаться дома. Механизм реализации, убеждение, подкуп и сила. Собственно, как это было всегда. Не убедили, подкупили. Не подкупили, убили. Понимаете? Хорошо. Будем подходить к концу. И, знаете, может быть, эта весть сейчас звучит немножко странно, пугающе, и я бы, знаете, хотел попросить вас не бояться и не переживать, потому что, на самом деле, это благая весть. Когда Иисус Христос должен был прийти на эту землю, это была страшная весть или благая? Это была благая весть. Но тогда Он пришел сюда как кроткий, смиренный учитель, чтобы научить нас, как нужно жить, как любить по-настоящему, как соблюдать заповеди. Сейчас Иисус придет уже как победоносный царь, чтобы освободить нас от оков рабства, греха, от этого зла, от этой смерти, которая правит в этом мире. И это благая весть. Те вещи, о которых мы сегодня с вами говорили, это предвестники близкого конца. И это радостная весть, когда нам говорят и звонят, скоро приедет твой папа. То-то и то-то и то-то указывает. И ты говоришь, слава Господу. Было два великих события в этом мире. Одно было, точнее, второе только грядет. Первое событие, это первое пришествие Христа, когда Бог спустился на эту землю. И второе событие, которое грядет на наш мир, когда Он вновь придет. И нам, друзья, я говорил об этом много раз и буду повторять, выпала величайшая честь встретить Его, быть Его вестниками, быть Его свидетелями. Потому что миллионы людей мечтали бы быть на нашем месте. Даниил, Давид, апостол Павел мечтал бы сейчас сидеть здесь. Или не сидеть здесь. Что бы делал Павел на нашем месте? Понимаете? Как бы Он действовал? Как бы Он благовествовал? Нам нужно думать об этом и действовать так же. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Понимаете? Бог говорит, что если вы ищете Меня, то Я дам вам особую мудрость, и вы будете видеть все эти вещи. Никто не знает вот эту тайну, которая происходит на нашей планете, если не начинает изучать Господа. Есть люди, знаете, которые вроде бы видят эти вещи, но они не понимают, к чему все это ведет. И чем это все закончится. Потому что мы-то думаем, что вот будет концлагерь, и нам будет плохо. А на самом деле, когда этот концлагерь будет выстроен, как говорит Слово Божие, пройдет три с половиной года, и придет Иисус. Конечно, мы дат никаких не хотим устанавливать ни в коем случае. Просто я говорю то, что написано в Библии. И последнее, друзья. В Библии написано, «И придет перед ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вот эта вот мысль, образ мыслей праведников, это то, что должно быть у нас. Мы должны в мыслях своих, вот мы сегодня на субботней школе говорили о том, что Иисус даже в мыслях не допускал греха. Действительно, грех рождается в голове. Стоит тебе только подумать о чем-то и начать культивировать эту мысль. Грех уже зародился, и ты рано или поздно придешь к этому и совершишь его уже своими руками. Но если ты в голове отметаешь все эти вещи, дьявол не будет иметь подступа к тебе, не будет ничего иметь в тебе, как Иисус сказал, дьявол во мне не имеет ничего. Совет. Поменьше смотрите новости. Новости – это то, что отдаляет нас от Бога. Я помню, когда началась война, я две недели сидел в телеграмме на разных каналах украинских, наших, смотрел за передвижениями, за потерями. Страшно. У меня начали руки трястись. У меня пропал покой из сердца. И знаете почему? Я потом понял это. Потому что, наблюдая за этим, я выставил Бога за дверью и сказал, Господи, подожди, тут есть очень важные новости, очень важные вещи. Понимаете, потом я понял это и я решил, что я не буду это смотреть. Все, что происходит сейчас, происходит по воле Господа. И оно происходит для того, чтобы привести нас к тому, что должно быть. Будем мы за этим наблюдать, оно произойдет. Не будем мы за этим наблюдать, оно произойдет. Понимаете? Ищите Бога, читайте вот эту книгу, вот эти новости читайте. Это благие новости, которые соединяют нас с Ним. А то, что нужно услышать, вы услышите. Как, например, сегодня здесь. Важные новости, компиляцию, выжимку, кристальные вот эти вот факты, которые собраны для того, чтобы дать народу Божьему, для того, чтобы ободрить, укрепить, привести к Богу еще ближе. А это отчет дьявола о проделанной работе. Зачем нам смотреть эти вещи? Написано в Библии «Вникай в себя и в учение». Образ мысли праведников можно приобрести только тогда, когда ты смотришь на себя, каков ты сейчас, свой характер анализируешь и смотришь на того, кто открывается через Слово Божие на Христа, как бы он поступил в этот момент, что бы он сказал, что бы он сделал. И я хочу так же, Господи, помоги мне, пожалуйста. И когда мы стремимся к этому, Бог начинает нас менять изнутри. Это так. И мы смотрим, что вчерашний ты уже не тот, который сегодня. А сам ты своими силами человеку ничего невозможно сделать. Да, ты, может быть, бросил сегодня курить. Прошла неделя, ты опять закурил. К сожалению. Последнее. Простите, друзья, что затягиваю. Если в вашем сердце царит тревога и страх, это говорит о том, что Дух Божий не обитает в нас. Знаете, когда мы идем на экзамен в школе или в институте, и мы не знаем предмета, вот тогда в нашем сердце царит страх. Но если мы отлично знаем материал, более того, мы отлично знаем учителя, которому будем сдавать этот материал, в нашем сердце не будет страха. Поэтому, друзья, укрепимся, сосредоточим свое внимание на главном. если мы мало изучаем, надо изучать больше. И старайтесь не смотреть по сторонам, потому что по сторонам я имею в виду вот в этот мир я последнее недавно услышал такую очень интересную мысль, почему мама не дает ребенку перед едой сладкое. Потому что употребляя сладкое, у нас притупляется вкус к полезной пище. Когда мы смотрим всякие фильмы, читаем всякую литературу мирскую, ролики, вот эти тиктоки, ютубы, вот все, что сейчас мелькает, вот эта обертка, эта шелуха, вот эта сладкая, нам не хочется читать Библию, нам не хочется читать какие-то духовные книги, нам не хочется искать Бога, понимаете, потому что мы переели вот этого сладкого и наши зубы уже покрылись кариесом, чтобы употреблять нормальную пищу. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. даст нам мудрости, желания, сил искать Его, чтобы войти воротами. Давайте помолимся. О, Господь наш милостивый, всемогущий, вечный, верный, истинный Бог, мы совсем рядом, совсем близко. Я благодарю Тебя, что Ты даешь нам эти откровения, я благодарю, что Ты открыл все это через Своих пророков, я благодарю, что Ты даешь нам мудрость созерцать это и видеть это. Господи, я прошу лишь о том, чтобы нам быть твердыми до конца, о том, чтобы Твой Дух был самым главным в нашей жизни, чтобы мы искали Тебя всем своим сердцем, каждый день своей жизни, изучая Слово Твое и говоря об этом этому миру, Господи, помоги спасти как можно больше, помоги не бояться, помоги не трепетать, помоги нести свет Твоего Евангелия в этот мир и помоги нам устоять в том, что грядет на этот мир. Господи, живи в нас, прошу Тебя, призывая имя, призывая Дух Твой в сердце каждого, кто здесь пред Тобой, в сердце каждого, кто слышит эту весть, дабы мы бросили все нечистое, все пустое, Господи, но обратились к Тебе. Будь благословен и прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.